Ежегодно в Славянском районе проводится общественно значимая акция «Ты не один» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ребят знакомят с правами на государственную поддержку в вопросах образования, трудоустройства, обеспечения жильем. На днях акция прошла в электротехнологическом техникуме. Продолжат тему мои коллеги. Как стать успешным, даже если жизнь поставила в сложную ситуацию? В этом детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, помогают районные специалисты управления по вопросам семьи и детства, управления по делам молодежи, центра занятости, Славянской ЦРБ, а также юристы. Вот уже пятый год для ребят проводится акция «Ты не один», организаторами которой является управление по вопросам семьи и детства нашего муниципального образования. В этом году она прошла в электротехнологическом техникуме. В рамках проекта была организована презентация от районных специалистов, работа консультационных пунктов по вопросам жизнеустройства, мерам государственной поддержки детей, нуждающихся в особой заботе государства. Из интерната, сельскохозяйственного техникума, филиала Губанского государственного университета, электротехнологического техникума. Эта акция призвана решать проблемы информирования статусной категории детей по вопросам жизнеустройства, по вопросам трудоустройства, по охране здоровья, по различным направлениям прав наших детей. Чтобы стать успешным, нужно быть информированным, уверены в управлении по вопросам семьи и детства. Поэтому к участию в акции год от года привлекается больше ребят, нуждающихся в государственной поддержке. И это даёт свои результаты. Студенты с интересом консультировались со специалистами различных служб, чтобы знать, на что претендовать в будущем. Я узнал, что можно получить жильё, трудоустройство, работу, участвовать в некоторых кружках, для себя в свободное время. Смотреть за здоровым образом жизни, не курить, не пить, заниматься спортом больше. Насчёт жилья и вакансии рэп буду читать. Студентка электротехнологического техникума Ольга Торбина приехала в Славянск-на-Кубани из станицы Калининской. Сейчас она получает профессию мастера отделочных и строительных работ и планирует остаться в нашем городе. Ольга узнала, как здесь можно трудоустроиться и построить успешное будущее. Потому что я много узнала чего полезного для себя. Во всяких волонтёрских движениях, по поводу получения квартиры, для меня были некоторые непонятные вопросы. В Славянском районе порядка 500 несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все они до 23 лет имеют право на государственную поддержку. А районная акция помогает детям найти путь, по которому ребята продолжат идти. Получить образование, жильё, использовать все возможности для своего развития, организовать досуг, стать достойными гражданами нашей страны. Рузанна Ефремян, Георгий Калинин. Программа «События».